Тромка, друзья! Сегодня мы посмотрим просто какой-то невероятный матч в рамках китайских квалификаций на WGL Summer 2020. Собственно, прямо сейчас проходят открытые квалификации. 25 марта прошел матч между Foggy и TH в B3 сеткой винеров. Победитель проходит дальше в следующий этап, проигравший падает в нижнюю сетку. И, собственно, прямо сейчас TH ведется счетом 1-0. Foggy явно под большим давлением, но при этом он все еще полен волей победить. В последнее время у него повысилась мотивация значительно. У него появилась команда Sparks Gaming с зарплатой, с поддержкой. Тренер появился, Puch опять начал тренировать Foggy. Он официально тренер Sparks Gaming. Ну и, в общем, это должно стать плюсом, поддержкой для Foggy, для того, чтобы он как-то начал совершенствоваться еще быстрее, чем раньше. Охотник на демонов первым героем. Это вообще достаточно интересный выбор против TH, потому что обычно все-таки Варден уже играется на этой карте в последнее время. Но Demon Hunter это забавно. Как бы стандарт. Скорее всего, мы будем тут видеть с медведями. Одно базовый, там, Т3, быстрый, Нага, вторая. Вот все в таком духе. То есть, чистый вот этот стандарт. Раньше TH хорошо справлялся против этой стратегии. Когда я играл с Foggy, даже вспоминая именно последний WGL Winter 2019, то там на Амазоне Foggy против него я играл. Играл эту же стратегию, и TH просто его расконтролил. Но посмотрим, как на этот раз это сработает. Здесь же, понятное дело, Архимаг. Агрессивное древо войны между двумя точками. В принципе, понятное и популярное сейчас решение, потому что ополченец не отправляется на разведку, поэтому никак не сегрессировать нейтралов. Для тех, кто не знает, кто игроки. Foggy это сильнейший ночной эльф Запада, родом из Украины. Многократно топ-2, топ-3 WGL и GC-L. Так что... Точнее, GC-S, точнее, Golden Championship Series. Так что игрок довольно-таки серьезный. В последнее время прям жестко начал прогрессировать, будучи единственным игроком в Западе, кто может дать бой и хэппи. Против него TH 3.0. Абсолютно легендарный игрок за Альянс из Китая, который где-то пару месяцев был в инактиве, не играл на турнирах, но при этом играл в ладере, стримил и так далее. Просто не хотел принимать участие на маленьких турнирах, видимо, но WGL отборочный, это уже дело серьезное. Матч начинается, в принципе, достаточно стандартно. Венец благородства, плащ теней выпал TH, здесь перчатки скорости и также плащ теней. Сойдет. Пытается закрепить тролля Берсерка, вывел других троллей для того, чтобы Демон Хантер меньше урона получил. Забирает отсюда артефакт, это перчатки силы, плотнее стал герой. Это, в принципе, хорошо. Нажимает Т2. В это время пехотинец пытается харасить виспов для того, чтобы как-то заставлять тратить на это АПМ флоги, чтобы он ошибался, может быть, даже какого-то виспа заберет, ну и при этом задержать дерево добычу, потому что, видите, виспы бегают, дерево не добывают, из-за этого замедляется дерево добыча. Здесь также Т2 делаются щиты. Достаточно стандартное решение против Демон Хантера, чтобы защищаться как-то от лучниц. Крепится верховный маг. Так, второй плащ теней выпал, явно не очень хорошо, но как бы не был плох артефакт, его можно всегда продать. Четвертая ферма. Скоро будет ставиться кузница, скорее всего. Да, вот она и есть. И будет планироваться классический рифлокаст. Посмотрим, что будет делать Фоги в такой ситуации. В идеале ему надо как-то пытаться постоянно контролировать противника, для того, чтобы он не крепился, для того, чтобы не было третьего уровня, для того, чтобы максимально затягивать время, чтобы перейти в Т3 и в медведей. Сапоги купил верховный маг, продал два плаща, для того, чтобы его было сложнее догонять. Демон Хантер очень старается выжигать ману. Да, он постепенно теряет здоровье, но... А, вот напоследок призвал его элементали, и ману выжечь не смог. Параллельно еще Муроков пытается закрепить, для того, чтобы поднять себе третий уровень. Сейчас он отходит домой на колодцы, понимает, это Ти-Эйдж, и поэтому он спокойно просто крепит точку с кобальными. Скоро третий уровень, поэтому в любом случае. Охотничий зал в это время ставится под Древо Мудрости, который потенциально будет ставиться. Кузница почти готова. Демон Хантер решил закрепиться на гоблицком магазине. В это время третий уровень получает Архимаг, перчатки скорости выпадают. Вообще неплохой набор артефактов, венец Багрос, твои перчатки скорости. Успеет ли убить Йети? Хороший вопрос, скорее всего успеет, но потеряет ли он что-то? Третий уровень есть, ману выжигать нет смысла, потому что ее нет, одного юнита потерял, пытается отбежать. К слову, порошка нет у Архимага, но магазин рядом. Много пехотинцев, 6 пехотинцев. Это очень много. Можно сейчас продавливать под щитами. Один, единственный боевой юнит у эльфа, это Демон Хантер. И с ним надо воевать, безусловно, поэтому в него и тыкает. Колодцы уже полупустые, поэтому агрессия Альянса может очень много чего здесь дать. Нагу берет Фоги. Герой, который очень хорошо синергируется с Демон Хантером. Есть замедление, что делает героя очень сильным на первом уровне. И прямо сейчас помогает, поможет отбиться, скорее всего, по крайней мере, малыми усилиями и малыми потерями. Пытается прямо в Архимага тыкать. Это логично. Надо еще выше, чем у Ману, для того, чтобы он не призвал Элементали. Пытается это контролить Тейдж, не подпускать к деду эту женщину с клинками. Но сапоги есть у Демон Хантера, поэтому в теории он должен все-таки догнать. Не, вызвал Элементали. Красиво Тейдж контроливал этот момент. Отдал одного пехотинца, но это маленькие потери на фоне того, что он мог бы потерять. Но в любом случае, надо отойти. Здания не были потеряны, ведь вы выжили. Был потерян только один юнит. Так что все не так уже плохо, все достаточно хорошо, я бы даже сказал бы. Нанимается Мак Крови вторым героем. Ставятся святилища одно. Заказываются кастеры. Мак Крови хорош, потому что он может высосать всю ману из Наги и Демон Хантера, из-за чего они не смогут пользоваться своими способностями. Плюс еще есть Астрал, благодаря которому можно спасать своих юнитов или убирать юнитов противника из боя. Например, тех же самих медведей кидать в Астрал, они не могут атаковать, и в итоге ты разбираешься с другими противниками. Шла борьба за Кобальда, Демон Хантер его забрал. Хотя, что-то здесь явно забрал еще и Мак Крови. Да, Мак Крови, похоже, забрал вот этого вот Крипа. Судя по всему, по крайней мере. Сторожевое древо ставит для того, чтобы защититься от дальнейшего пуша, который явно рано или поздно произойдет, вместе с ополченцами и так далее. Древо Мудрости Т3, то есть планирует переходить к медведям, как я и говорил ранее. Ну, опять же, маневры. У эльфа просто ничего нет, даже вы можете посмотреть на боевой лимит. 14 на 27. Разница колоссальная, и чем дальше, тем хуже. Желательно вообще не терять юнитов, сторожевое древо так и не построено. Ну, колодцы плюс-минус восполнились. Забыл выложить перчатку силы, скорее всего, или как? А, он просто передал перчатке скорости. Да-да-да, вот теперь все нормально. Он передал перчатке скорости Наги для того, чтобы она чаще пользовалась ледяными стрелами и, соответственно, больше замедляла. Тыкает в мага крови, у того больше нет маны для того, чтобы высасывать ману. Но... У него вот прям так тыкают, отчаянно. Он сапогами быстро, его будет сложно догнать. Плохо, что сапоги не передал Наги, но, с другой стороны, без сапогов Демон Хантер был бы слишком уязвимым. Забрал стрелка. Демон Хантеру надо быть осторожней. Стафа все-таки никакого нет. Прожимает свиток телепортации и уходит. Плохо, что не было Стафа. И зато ни одного юнита не потерял. На одном ХП выжила эта прекрасная девушка. В магазине закупается. Стражевое древо появилось. Хотят перезакопаться как-то, поставить выгодно для себя. Есть уже Т3. Строятся медведи. И заказывается мастерство. Тут в это время Альянс декрепил точку. Купил расходники, а именно свиток исцеления и изделие неуязвимости. Ну и делается адепство для жрецов. Пошла эта самая атака. Возможно, еще ополченцы скоро подойдут. Омоложение уже есть. И, соответственно, так как нет рассеивания у жрецов, пока что и нет... А, нет, уже есть. Можно будет снимать. И плюс еще нет спаулбрейкеров, то как-то переманивать это омоложение нельзя. Или снимать. Ну, хорошая позиция здесь у эльфа. Однозначно. Есть торжевое древо. Много урона. Надо сплитить. Надо подождать также мастерство у медведей, которое уже скоро появится. И с этим мастерством уже можно будет полноценно воевать. Вард смотрит дотекание у Фоги. Все новые юниты появляются у Тиэйджа. Сферу яда купил для Наги. То есть он не будет пользоваться... А, нет, все-таки передал, да. Это было бы странно. Ледяные стрелы все-таки слишком хороши. Ну и опять же, кастеры, волшебницы против медведей и демонхантера. Стрелки для урона. Сейчас будет копить войско. И потом с ополченцами скорее всего пойдет бушить. Время Фоги также не теряет. Он решил очень аккуратно покрепить лагерь наемников. Максимально деликатно. Виспом заметил, что оппонент уже рядом. Поэтому он и отходит. Боится. Однозначно. На орды юнитов подходят. У стрелков 1-0. То есть есть первое улучшение на атаку. А там и новые-новые медведи подходят. Их уже... Сколько? 3-4. 4 медведя. Немало. 5-го. Нет, это триаду заказывает. 2 триады. Хорошую армию собирает. Решил все-таки покрепить лагерь наемников. В это время Альянс забирает голема. Тут забрал уже за похищение маны. Наверное, даже не самый плохой артефакт. Учитывая, что таким образом у него всегда будет мана на высасывание маны. Даже если все у него сожгут. Точка в итоге закреплена. Пытается прокачать нагу. Поэтому отвел Демон Хантера. Выпадает пояс силы Великана. И в это время Альянс атакует. Очень серьезная армия. Даже без ополченцев сюда пришел. То есть обычно берут все-таки ополченцы для того, чтобы застроить. Сломал колодец. Это приоритетные цели прямо сейчас. Так как можно таким образом устроить собой блок эльфу. И что в итоге получилось. Флоги не может строить дополнительные войска. И в это время он устроит. Смотрите, как близко колодцы друг к другу. Возможно, это ошибка. Потому что один гоблик подрывник. Может это все уничтожить. Но, тем не менее. Зато позиция какая-никакая. Плюс-минус нормальная. Потому что слева до них не дойти. Ну, если снизу атаковать. Да. Ну, один гоблик подрывник. Это все уничтожит. Еще один колодец ставить. Неприятно. Улучшения в охотничьем зале ники не делает. Рассеивание заказывает для триад. Для того, чтобы как-то рассеивать астрау, например. Может быть, элементаля. Если будет достаточно много маны. Второе улучшение на атаку делается. Для стрелков. Исследование завершено. Наши воины вступили в войну. Макрою второй. О, начинается криппинг. Ну, точнее, борьба за криппинг. В лагере наемников. Демонхантер. Купил дирижабль. И планирует здесь похарасить вражескую экономику. У него, к слову, нет. Он захотелепортация. Поэтому домой он будет возвращаться. Но чрезвычайно долго. И из-за того, что демонхантер не с армией, эльф не может помешать противнику крепить лагерь наемников. Это дает четвертый уровень архимагу. Почти третий уровень магу крови. Выпадает в супер маска. Хороший артефакт. Между боями будет быстрее восстанавливаться мана. Разница в лимитах не такая уж и большая. Конечно, 40 на 47. Но у Альянса просто кажется более сильной армией. Волшебницы есть и Астрау. Мана высасывается. Атакует. Трелу войны здесь, скорее всего, будет уничтожено. Богословения природы нет. После телепортации купил. Возвращается обратно. Должен испить из колодцев. И после этого пойти в бой. Плохо, что не делают улучшения на колодце. У них мало маны. И эта мана медленно восстанавливается. Сто почти третий уровень у наги. Она такая достаточно крепкая. Возможно, пояси у великанов. Нужно передать Демонхантеру, чтобы у него было больше здоровья. Решу покрепить кобальтов. Опять же, поднакопить войска. В очередной раз Демонхантер отправляется на Харас. Садится в дирижабль. Гоблины тут как тут. Готовы перевезти кого угодно за деньги. И начинается нарезка. Как сыр нарезает этих опаученцев. Кошмар. И так же армия еще подходит. Хочет поуничтожать здание. Можно кунинсу ломать, например, чтобы стрелков нельзя было делать. Можно уничтожить алтарь, для того, чтобы нельзя было воскресить героя. Ой, как подставил себе. Медведь бежать надо в панике. Будет лечить из колодца. Ну, а вот вылечил только что. Очень не хватает улучшения на колодце вообще. Хотя, вроде как, ресурсы позволяют его сделать. Демонхантер чуть не погиб. Седак телепортации используют эльф, потому что сюда уже прилетел альянс. И нужно спасаться. Потерял пару юнитов. А нет, только одного. Массовое омоложение. Здоровье восстанавливает. Все садятся в дирижабль. Ну и поехали дальше, я так понимаю. И заказываются улучшения для великанов. Опять же, потому что великаны очень хороши против рифуакаста. Против них толком нет урона. Т3 нет, поэтому рыцарей не будет. Мортир с шрабнелью не будет. И, соответственно, можно жить. 52 на 36. Разница в лимитах увеличивается. Но, с другой стороны, TH в желтом лимите. И, соответственно, он забывает, добывает меньше золота. В то время как Фоги все золото забирает себе. Работягу перехватили. Какие что-то все красные рабочие. К слову, на дереве почти никого не осталось. Но у TH есть запас дерева. Дерево, поэтому для него это не так страшно. Тут колодцы уже начинают массово падать. Опять лютейший сапайблок для Фоги. Вот посмотрите. 47 из 30 светок телепортации используют. Для того, чтобы защитить свою мейн. Может, дирижабль погибнуть? Жмешь, стрелки все расстреляют. Став. Ну, хорошо. Сапоги скороходы передает Наге, для того, чтобы ее было сложнее достать. Но... Да. Постоянно астрал, астрал, астрал. Но теперь используют эти магические зелья и это не сделать. А теперь опять. Кошмар. Ладно, выжигается для того, чтобы этого астрала больше не было. Но успеет ли Нагу окружить? Нагу окружили! Светок телепортации вынужден использовать. Хорошая игра TH, конечно. Фоги все-таки слишком поздно среагировал. Но, тем не менее. 52 лимита на 35. TH шел очень много. Он хочет просто прийти и закончить матч. Но ему просто не дают это сделать. Эльф постоянно разводит. Такой прям мун стайл. Колодцы сзади ставят. Тут уже неплохая позиция. Еще один колодец будет уничтожен. Отремонтировал, кстати, сторожевое древо. Опять использует альянс веток телепортации. Ну, потому что не хочет терять свою базу. Он уже видит, что у него форт потерял по вину своего хп. И тут нужно просто бежать. Медведи улетают. Опять же, гоблины тут. Ну, вообще, такая прям, чувствуете, как сыпется уже игра у TH. То есть, не сказать бы, что он проигрывает. Он явно еще впереди. Просто посмотрите на эту колоссальную армию. Но, с другой стороны, у него не осталось экономики. У него просто нет рабочих. Он сейчас подстраивает. У него все, их 4 прямо сейчас. И это нужно как-то компенсировать. И эльф собирает золото при этом. То есть, он в зеленом лимите. Он копит. Колодцы ставят. Сейчас у них хорошая оппозиция. То есть, плюс-минус все хорошо. У, стрелка перехватил. Да. Rest in peace. Четвертый уровень Demon Hunter. Вторые вороты. Только он их не прокачал. Опять медведи. Просто медвежий десант. Знакомые прям флэшбеки. Неужели здесь? Нет. Должна выживать база. Рабочие от Моунии погибли. Астрал теперь на медведей. Из-за чего они не могут атаковать. И работяги начинают ремонтировать. Тут уже просто, скорее всего, не хватит времени для того, чтобы уничтожить. Потому что вы сами видите, как юниты разваливаются. Светок телепортации. Из-за чего есть у Наги. Надо прожимать. Прожимает. И уходит, соответственно. Дирижабль улетел? Или кто? А, его сломали, видимо. Да. Но Мейн защитил TH. То есть, все не так плохо. Но эти медвежьи десанты, конечно. 32 на 49. Как вы понимаете, ничего не изменилось. TH все еще сильнее в прямом бою. Но. Можно пытаться как-то разводить. То есть, сделать то, что прямо сейчас сделает Фоги. Избегать прямого сражения. Для того, чтобы... Уничтожить... А! 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 Он купил гоблинов-подрывников в двух из лабораторий. И уничтожил Мейн Альянса. У него есть золото на новую базу. Но он будет долго ее ставить. Потому что не хватит ресурсов на пауэрбилдинг пятью рабочими. На все время. Это что за жесть вообще? Еще одного дирижабля взял. Ахахах. Размены такие нормальные. И Фоги сейчас думает, что он впереди. В принципе, частично так и есть. Потому что он может отстраивать войска. Он может достраивать юнитов. И добывать ресурсы. В то время как TH этого лишен. По крайней мере на время. Тут дополнительная база ставится. Но пока она поставится. Нужно подождать. Фолиант интеллекта. Кому он нужен? Правильно. Дирижабли. Продолжает свои маневры по карте. Дриада скорее всего погибнет. Да. Пятый уровень у Архимага. Опасно. Скорее всего он возьмет. А он третью ауру взял. На удивление он взял третью ауру. А не третьего элементаля. Но это можно понять. Для того, чтобы у мага крови всегда мана была. Супермаску он кстати продал. Потому что решил, что ауры достаточно. И вот медведи прилетают. Будут пытаться здесь уничтожать здание. Разводить. Тут купил еще одни сапоги. Понял, что нужно постоянно путешествовать по карте. И бегать. И чтобы не догнали, нужно купить сапоги. Пытался рассеять невидимость, видимо. Но не попал. Он видимо видел. Да, он в невидимости стоял магом крови. И понимал, что Нака подходит. Форсвет использовал. Опять же для того, чтобы заметить Наку. Но она сюда не подошла. А Фоги, как заметил рассеивание, сразу понял, что его оппонент знает. Медведи даже пока не стараются высадиться. У них там банкет какой-то на корабле. Сколько золота осталось? Слушай, а у Фоги почти золота не осталось на мейне. 900 золотых монет. Светок отстреления есть, к слову. Нака 750 хп. Это, конечно, очень жестко. Ну, как бы базу достроил. Начинается золото добыча. И напомню, что этот рудник очень большой. Там 20 тысяч золота. Поэтому ресурсов хватит надолго. Другое дело, что темп добычи желает лучшего. Потому что у него желтый ремит. Зато хотя бы сопайблока нет. Пока что. Два невидимых эльфа. Ну, Наки. Наки это бывший эльф. Для тех, кто не знает. Просто. И не видят друг друга. Знаете? Это как ниндзя, которые ходят рядом друг с другом и не видят друг друга. Темная охотница смотрит, что, где, когда. TH заметил, что рядом ходит оппонент. Ставит башни. Лесопилки нет. Поэтому он не может сделать стрелковую башню. Пока что не планируют медведями. И он хочет медведями сюда высадиться. То есть он хочет, чтобы армия пошла воевать с демонхантером. А сам в это время высадится медведями. Зерлинг, к слову. Какой красивый, а. Опять же, в невидимости стоит. Купил себе посох телепортации, я так понимаю, да. Оба героя теперь обладают фантастическим артефактом. Посох телепортации. Основная шахта сейчас закончится. И древо-вечности нужно будет перекопаться на новую золотую шахту. Есть уже благословение природы. Поэтому здания передвигаются быстрее. Демонхантер. Без маны. Так что ему лучше отойти для того, чтобы восстановить ее. Так как он без нее не может выжигать ману. А это чревато в его ситуации. Ну да, Тиэдж играет очень пассивно. Он хочет защитить свою базу в первую очередь. А, просвет использовал. Как он догадался, интересно. Использовал просвет. И теперь он знает, что Дирижабболе висит здесь. Опять же, пытается как-то размениваться. Дряду. Дряд использовать. Элементаль убивать. Опыт прокачивать. Что-то другое можно. Ставить ферму для того, чтобы всегда можно было использовать просвет. Походу, сейчас это просто турпоездка у медведей. И, как бы, сейчас у них экспонат. Это реально этот зерглинг, на которого они смотрят. Ой, волшебница перехватила. Крошера даже нанял для того, чтобы ускоренно добывать дерево. В это время, как вы видите, начинает гореть бывший мейн альянса. Почти уничтожил кузницу. Вообще, на самом деле, лучше бы уничтожил для того, чтобы нельзя было делать стрелков. Ох, сколько сторожевых древ. Три штуки. Можно будет нормально защищаться. Плюс еще есть улучшение на богословение природы. Архимаг подошел. Он хочет отменять рудник. И у него это успешно получается. Нужно будет с этим бороться. Вот и Нака подошла. Ну, она может затыкать, в принципе. Но самое главное, что три о вечности дошло. В это время начинает делаться улучшение. Тут, вероятно, нужно великанов как-то сделать. Флоги. Не помешало бы совершенно. 32-53. Разница все еще какая-то нереальная. Хотя Флоги вообще ничего не боится. И, имея минимальный запас юнитов, еще быкует на противника. Стандартная ситуация. Дирижабль на дирижабль. Видимо, просто конкуренты прознали о том, что тут есть такой шикарный экспонат. И даже крошер. Просто гобольны такие жадные. Сами посмотрите. Инопланетянин упал на Азерот. А они еще просто хотят из него золото варить на просмотрах. Вот это байт. О, почти убили дирижабль. Слушай. А тут в невидимости бегают стрелки. Они могут перехватить. Они могут перехватить. Став? Да, став. Но это было очень близко. Там чуть не погиб дирижабль. Просто невидимые стрелки для того, чтобы неожиданно уничтожить дирижабль. Это достаточно умно. Наши воины вступили в бой. Посох телепортации есть, поэтому его тут не поймают. Высосал из него всю ману и уходит. Сильвоз ветрокрылый. Кстати, родственник Сильваны получается. Рудник почти оплелся. Поэтому пора вести виспов. Альянс атакует. Ну, тут три сторожевых древа. И в это время, пока армия покинула... Т2, кстати, делает альянс. Для того, чтобы, видимо, ставить там святилище какое-то дополнительное. И заказывать ополченцев на базе. Ну, как бы, размен происходит. Да, тут теряются сторожевые древа. Но, с другой стороны, тут также уничтожаются башни. И сейчас вся экономика здесь будет уничтожена. Видимо, TH принял волевое решение. Нет, никакого волевого решения он не принял. Он решил все-таки опять защищать свою базу. Вместо того, чтобы уничтожать вражескую. Почти мертвый мог будет погибнуть дирижабль, если в него втыкнули. Но, в итоге, его ставнули. Он вернулся обратно. Ну, как бы, утряд много маны. Поэтому должны этот остров постоянно рассеивать. Для тех, кто не знает механику. Если у тебя... Ты, вообще, можешь создавать ополченцев только у себя на мейне. Если у тебя мейн потерян, то ты можешь создавать ополченцев в любой новой ратуше, которая будет прокачана до Т2. Но, при этом, только в одной, понятное дело. Так что, мейн не теряйте. Менты это очень важно. В мире Альянса. Золото добывают. Новое сторожевое древо ставит. Здоровье восстанавливает. Красную точку крипит. И эльф уже здесь. Эльфа очень мало. Медведей на дирижабле. Какая неплохая армия. Но, правда, ходить. Дриады пытаются сбежать. Никакие улучшения в Доме Охотников больше не делаются. После телепортации, используя Демон Хантер, пытаются уйти. И, в итоге, он возвращается домой. Тут новые башни ставятся. Ферма для того, чтобы было сложнее подойти. Ну, и для того, чтобы лимит увеличить. А там триады заказываются. Ну, не знаю. Мне кажется, тут великаны были бы очень актуальны. Тем более, что он сделал для них все пассивки. Все. На зерглинга все забили. Свобода. Успеет ли? Ну, там маг кровью стоит под боком. Он ману высасывает. Но маленьких големов он точно убьет. И, видимо, на большого времени не хватит. А вот видите, Охотник Динодемонов без маны. И, соответственно, он просто не может выжигать ману. И это очень сильно решает. Очень хочет закрепить именно красного голема. В итоге, выпадают барабаны. Прекрасный артефакт. Плюс 10% к урону всем. Пытается уйти. Светок телепортации. В итоге сбегает. И сейчас, возможно, придется сражаться с Альянсом. У Альянса, к слову, много ресурсов. Он может заказывать юнитов дополнительных стран, что это не делает. Прекрасный артефакт. А? Что там? Три подрывных отрада. Гоблины-саперы. Он, видимо, хочет уничтожить Форд. Вы слышали это? Привет, да? Это я не знаю. Ну, посмотрим, успеет ли TH уничтожить мейн-эльфу. И вообще все эти здания... Ну, вряд ли. Потому что медведи обладают слишком большим уроном. Рабочие постепенно разваливаются. Здания оставятся. В принципе, не важно, что атакуют. Фоги, потому что, в любом случае, подрывики тут все сломают. Ну, сейчас начинается Фиеста. Бам! Бам! И Фиеста! Бам! Конечная! Похоронная. Слушай, а здесь очень мало зданий осталось у THA. Он по ней, вероятно, может проиграть. Мейн также потерял Фоги. Однозначно. Но у него все еще очень много зданий. И есть благословение природы. Поэтому здания будут жить долго. На экспанте у Альянса уже, по сути, все уничтожено. Сер добивает остатки. Последний рабочий выжил, к слову. Да. Последний рабочий. С крошером. Можно будет построить где-то что-то. Это... Ну, вы сами знаете имя этого легендарного работника. Наша священная роща осквернена. Ауды на месте ведь? Да. Ну, и теперь, видимо, полноценный размен хочет сыграть. THA ничего не остается, как бежать в какое-то другое место и ставить заново здание. Опять подрывники? Просто на все ресурсы закупал. Кому нужны великаны, правильно? Он за эту игру купил уже 6-8 подрывников, получается. Или сколько? Много, в общем. Очень много. Начинает все взрывать. Бам, раз, бам, два. Максимально удобные точки выбирает. Вот сюда бы еще подорвать, правда. Он, видимо, выбрал вот эту вот, да. И в итоге у Эльфа... Альянс просто ничего не остается. Он ставит ратушу здесь. Прям под хижиной Мурлока и Клетка. Идеальное место, я считаю. И это видит, видимо, Нако. Он пытается найти, где находится оппонент. Сам это не видит прямо сейчас. Но заметит ли... Не видит! Не видит! Да ладно! Он знает просто тут армия. Он, скорее всего, догадывается, скорее, что TH будет ставить базу рядом со своей... Да, он просвет вот использует. Рядом со своей армией. Убивает рабочего последнего! Rip and Peace! Это последнее здание. Больше ничего не осталось. Demon Hunter пытается подойти и атакует всем, что только можно. Триады! Проиграл TH! Что? Что? О, да. Обожаю вам. Этот Ван Дам, конечно, он спамит. Это бот какой-то. Он с самого релиза игры это спамит. Ну да ладно. Что творит Фоги? Просто какая-то невероятная игра. Действительно, в форме был сегодня украинский игрок. И он в итоге победил TH2. TH2.1, и он проходит дальше по турнирной сетке. Начиная с завтрашнего дня я буду... Точнее, уже сегодняшнего, потому что я планирую это в четверг выложить. А в четверг я буду стримить. То я буду комментировать уже WGL отборочные. Почему я их не стримил? Во-первых, неудобное время. Кассы сложно выкладывать. Из-за этого немного страдает статистика. С другой стороны, сейчас YouTube немного бажил. И он просто не показывал стримы в ленте новостей. Ну, когда человек, знаете, заходит на YouTube, ему просто стримы не показываются. Не только у меня. Это стримы почти всех блогеров. Про это многие пишут. Но вроде как уже все пофиксили. По крайней мере, в среду все было нормально. Посмотрим, что сейчас будет. Потому что такие матчи огненные проходят. Их, конечно, пропускать ни в коем случае не хочется. Большое спасибо, что были со мной, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого просто великолепного золотого матча. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. И удачи в плавании. До встречи.